привет друзья у меня тут запасной есть телефончик xiaomi и когда-то давно я разбил на нем экран сейчас хочу отдать его тёще поэтому еду в сервисный центр xiaomi китая шанхае показать и покажу вам как он выглядит насколько он стрёмный скажем так давайте вместе посмотрим начнем с того что находится этот сервисный центр просто в такой попе мира что вы даже себе представить не можете тут он рядом вокзал в общем от моего дома это еще 30 минут на мопеде ехать смотрите какое блесло место короче окраина шанхая самая самая окраина обратите внимание какой чистый сервисный центр даже окна не мытой все ржавое это меня здесь всегда поражало ну и люди естественно знаете бывает такое что заходишь до туда а там из подсобки выходят продавцы которые продают рис на улице то есть они готовят в это же сяоми видимо родственники какие-то родственники работников и там готовят и выносят и продают на улице в общем жесть xiaomi смотрите как ваши сервисные центры выглядят вообще на входе стоит аппарат берете номерок и сидите ждете он посмотрите сами как выглядит сервисный центр плакаты xiaomi 8 эти дети здесь живут видимо машинки виде это все в официальной в официальном сервисном центре они стойки такие потрепанные стены залитые здесь раньше стояли стенды с товаром который никто не покупал мы видимо решили наконец-то убрать в общем жесть сейчас я сижу буду ждать своей очереди работники заряжают свои мопеды прямо вот на входе видите на входе хоть бы припарковали его непонятно хотя бы вдали от входа вы люди видели обратите внимание на стекла это тоже меня здесь всегда поражало то есть не знаю передает вам или нет потеки эти просто жесть ну хоть бы я не знаю для приличия помыли бы вот подставки для звонки посмотрите знаете какая чистота и порядок грязь на полу да не подумайте что я придираюсь просто это действительно бросается в глаза и для такого большого бренда который позиционирует себя как король китайского рынка и конкурент главный apple но это просто очень-очень печально принес телефон свой 4x xiaomi мне нужно поменять кранчик все работает но трещинка есть уронил его чем посмотрим сколько это стоит вся у мишные камеры на нем и там потолки с паутиной смотрят на вас и хочется улыбаться и компьютеры стоят samsung хотя могли бы использовать сяомишная да то есть в apple в чем фишка то используется полностью вся техника apple а здесь все продавцы ходят с айфонами там я не знаю самсунгами используют разные разные другие бренды вот вам друзья это образ чисто китайского подхода к ведению бизнеса то есть они не заморачиваются какой-то внутренней структуре внутреннем состоянии коллектива как выглядят их помещение мытые или не мытые они просто продают свою продукцию и не думают об общем впечатление который принципе так волнует иностранцев в общем конечно цен цена офигеть получилось стоимость такого телефона сейчас нового 650 юаней это ровно 100 баксов короче экран у меня принципе работал но была лишь трещина и получается что поменять его заменить можно лишь полностью всю эту поверхность экрана то есть это стоит 50 баксов то есть половину телефона нового ну короче решился все таки я думаю заменяю заменю да и все этот все равно этот телефон отправлять из китая в россию поэтому там наверно будет это стоит еще дороже так что ребят не разбивайте экраны но учитывая что это xiaomi на самсунге наверное бы замена экрана вышло бы вообще баксов 300 так что ну ладно уже придется раскошелиться немного вот квитанция кстати почему-то цену здесь они не указали на этой квитанции просто указали данные обо мне о телефоне и имей в общем прошло 15 минут сейчас телефон вынесли телефон который стоил ремонт 50 баксов я думаю 15 минут принципе нужно были это сделать сейчас посмотрим работает ли все еще мне очень нравится то вот посмотрите да лежит xiaomi на ipad который используется для внесения подписей получается когда вы оплачиваете процедуру сначала должны описать ну посмотрите как он лежит он лежит просто в коробке в стрёмной коробке с какими-то бумажками то есть непонятно ну разве это это красиво ребят как вы думаете все товарищи в общем ушло у меня на все 25 минут на замену экрана и мне еще и стекло наклеили по стоимости вышло 50 долларов то есть 320 юаней телефон теперь как новый и успешно поедет к теще все ребят всем пока до связи